Здравия всем! По меркам киновед вас сегодня ожидает микроподкаст. Ну, какой фильм, такой и подкаст. Хаос Волкин. Дорога хаоса 2021 года. Это провальный, причем провальнее некуда, фантастика-приключенческий блокбастер-долгострой режиссера Дага Лаймана. Кстати, режиссер довольно известный. Помните «Идентификацию Борна», «Мистера и Миссис Смит», «Грань будущего» с Томом Крузом или недавний фильм «Локдаун». В основе «Дороги хаоса» первая книга из цикла романов фантаста Патрика Несса. Никогда о нем не слышал и не читал. Не знаю, слава богу или нет, но вроде как, говорят, роман неплохой. Про фильм такого уже не скажешь. Бюджет фильма непомерный. Более ста миллионов долларов. Боже, куда только ушли эти деньги? Ну и в ролях звездный актерский состав. Это Том Холланд «Человек-паук». Дэйзи Ридли. Может, вы видели ее в «Звездных войнах». Это Дэвид О'Еллоу. Это сам Матс Миккельсон. И еще много-много других известных актеров, играющих на первостепенных или второстепенных ролях в сегодняшнем фильме. Короче, ни бюджет, ни актерский состав, ни фантастический роман-первоисточник, ни имя Дага Лаймана, ничто не поспособствовало тому, чтобы «Дорога хаоса» получилась не то чтобы интересной или даже сносной картиной, а чтобы мы вообще могли нормально смотреть этот фильм. Неудача «Дороги хаоса» была, как мы это уже сегодня понимаем, неизбежна. Десять лет производства и переноса в даты старта проката. Десять лет, ребята, это огромный срок. Еще раздутый бюджет, примитивный сценарий, второсортные идеи, раздражающий шум. В «Дороге хаоса» нет ничего, что могло бы привлечь зрителя. Причем, что не взыскательного подростка, что взыскательного кинокритика. Фильм этот был готов еще в 2017 году. Однако, после неспровержения лавины нелестных отзывов на тестовых просмотров дороги, этот фильм пересняли. Ну, а потом пандемия коронавируса, которая отодвинула премьеру «Дороги хаоса» аж на начало марта 2021 года. Вот так фильм до нас и докатился, стартовав в украинских кинотеатрах 29 апреля. Сюжет картины. Ох, не просто банален, а сверх банален. Будущее. Проблемы на земле. Колонизация планет. Одна из таких колоний называется, как необычно, как нетривиально, «Новый свет». Тут почти все, как на ковбойском Диком Западе, разве что нашлось место для некоторых продвинутых технологий. Главный герой – юноша Тодд Хьюитт, Человек-паук Том Холланд, живущий в поселении под названием Прайнтистаун. В поселении нет ни одной женщины. Все якобы погибли. Оставшиеся в живых мужчины излучают так называемый шум. Это разноцветное сияние над головой. Оно представляет собой энергетическую материализацию, туман мыслей. Скажем, думаешь про стакан воды, а у тебя над головой материализуется стакан в фиолетовом пламени. Да еще и закадровый голос бубнит «Стакан! Стакан! Стакан! Хочу воды! Хочу воды! Хочу воды!» Вот такой шумовой прием. Так бедолаги и живут. Прайнтистауном с жесткой рукой правит мэр. Это Ганнибал Мац Миккельсон, который научился контролировать шум и достиг в этом деле больших успехов. Внезапно Тодд Хьюитт, вы его имя, кстати, точно запомните, потому что оно будет, в кавычках, мысленно повторяться весь фильм. Внезапно Тодд Хьюитт встречает девушку Виолу. Это звездная воительница Дэйзи Ридли. Оказывается, у женщин шума нет. Открытие, достойное Нобелевской премии. Виола участница так называемой второй волны колонистов, которые должны продолжить заселять новый свет. Поселенцам первой волны во главе с мэром, застолбившим территорию, это, разумеется, не понутру. И так назревает конфликт. Тот, а кто бы сомневался, принимает сторону красавицы Виолу. Эх, пацан, правильный выбор. Так вот, с какого боку, к фильму не подползи, везде будет прореха. В первую очередь, отталкивает недодуманный концепт фантастического мира, дороги хаоса. Вот вся эта история с шумом, колонизацией, местными туземцами, инопланетянами, спеками. Боже, какое детское название, спеки. Как будто это подростковая фантастика. Вся эта чехарда с погоней за Тоддом и Виолой. Зачем вообще было снимать такое примитивное и бессодержательное кино? Кино, требующее сто миллионного бюджета. Во-вторых, фильм удивительно беден, незрелищен и однотипен. Тем более с учетом его стоимости. Большая часть действия происходит в лесах или на просторах холмистой местности. Ей-богу, как будто в очередном эпизоде «Мира Дикого Запада». Терпеть не могу этот сериал. В-третьих, в фильме отсутствует какая-либо интрига. Ее здесь вообще нет. Саспенс, знаете, по отношению к дороге хаоса, это слово «саспенс» необходимо брать в кавычки, поддерживается исключительно тем, смогут ли Тодд и Виола отправить сигнал космическому кораблю, зависшему на орбите нового света. Понятное дело, что смогут. Тут иначе не бывает. Короче, ой, ребята, дорога хаоса – это плоско и скучно. Весь фильм, он как лишний шум. Ну и слоган фильма будет такой «Контролируй свой шум». Да-да, ребята, надо контролировать то, что ты снимаешь. Спасибо, что слушали. Микроподкасты, киноведы, подписывайтесь и возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова